Чем мне нравится жить в Магнитогорске? Сейчас объясню. В атмосфере тотального воровства, а это присутствует, есть одно градообразующее предприятие. Это ММК. С лучшим человеком, которому сделала команда Металлург лучший подарок, а это Виктор Рашников. И почему я не показываю город? Потому что я нахожусь там, где влияние комбината безусловно. Два пионерлагеря. Первый из них – горное ущелье. Я его открыл в 1989 году. Первые военные сборы под руководством специалистов с Афганистана были здесь. Что сегодня? Это топ, в котором присутствует сила России. Не уничтоженная, а прибранная здесь. Новинки, новинки. И что мне больше понравилось? То, что с помощью пограничников мы сделали зорницу. От ветеранов-пограничников города Магнитогорска с наступающим поздравляю вас с праздником Днем России. Здравствуйте! Ну вас же хорошо здесь кормят. Что такое ура, Виалда? Еще раз поздравляю вас с праздником День России. Ура! Дальше передвигаетесь к этапу, где вы будете метать гранаты по цели. Граната – болванка учебная. Надо попасть в цель. Это плащ-палатка, расстеленная на земле. Не попали – штрафной бал. Пять человек кидают. Дальше побежали. Разборка, сборка, автомат. Вот тут мы проверим, кто в какой школе учился и кто к чему в этой школе научился. Будет засекаться начальное время старта команды. И, конечно, чем дольше вы разбираете, собираете автомат, тем, соответственно, вы отдаляетесь от призовых мест дальше. После разборки, сборки автомата бежите дальше по фишкам. Вам инструктора на местах укажут. И у нас с вами каждый день поле боя. Мы каждый день с вами воюем с дурными поступками. Да? Не буду называть их. Но часто бывает, что мы и проигрываем. Поэтому, чтобы одерживать победы, нужно быть сильным духом. А дух рождается от духа святаго. И это неотъемлемая часть нас. Мы с вами все из казачьих кровей. Потому что весь Урал – это казаки. И я тоже потомственный казак. У меня прадед атаман был в станице. И сам в казачестве я уже с 92-го года. И звание даже казачье имею. Старшина войсковой – это подполковник. Вот. Поэтому что хочу пожелать вам? Ну что? Успехов вам и духовных сил в борьбе. Сильнейший победит. Благословляю начало прекрасных соревнований. Аминь. Ура! Ура! Давайте определимся в том, что граница должна быть на замке. Замок – это пограничники. Пограничники во Вторую мировую сдерживали в сотни или в тысячи раз превосходящий поток нацистов своими силами. И пример Брестской крепости будет жить бесконечно. Я читал «Карацупа» и честно хотел служить в пограничных войсках. Хотел быть работником ГАИ. Учился ровно год на пилота. И мерзость меня не пустила. Стал клоуном. А таких очень мало. И зная свою клоунаду, таких по миру человек пять тысяч всего лишь. Конечно, к зорнице 1989 года это не имело никакого отношения. Но детям показали, чему нужно учиться. Где под выстрелы и петарды они пробегали и лазили по-пластунски. А дальше для человека, имеющего знак меткий стрелок, а также за 25 секунд с закрытыми глазами разбирающего и собирающего автомат Калашникова, была хохма. Что случилось с нашим образованием? Где начальная военная подготовка? А начальная военная подготовка в школе номер 33 под руководством Юрия Ивановича сделал меня и Виталика Коркина меткими стрелками. И со мной мой подполковник на военной кафедре разбирался бы час, с остальными 10 минут. Это была военная подготовка. Так то, что делают люди-человеки, невозможно без вашего участия. Особенно в Магнитогорске. Нет уже военной кафедры. И все под призывом. Так помогите детям своим. Я, конечно, понимаю, легенький дурдом. Но у моего сына есть юнкер, пневматика и мелкашка. Юнкер тот же АК. Конечно, не каждый это может. Но сумма в 2000 рублей, что это? Да ничто. Я видел сплоченность команды. Команда молодости нашей. Команда, без которой нам не жить. Еще раз говорю. Это им нравится. И даже невзирая на то, что пограничники не имеют никакого гуманитарного образования, как и я, умеющий летать на радиоуправлении. Надо менять полностью весь развал. Надо это делать. Помимо Зорниц, у нас есть учебная застава в районе Озеробанная. Мы выводим туда ребятишек. 40-я школа отличается. 38-я, 37-я. У нас целый день там проходят подобные занятия. Если у вас сегодня нет первого места, это ничего страшного. Самое главное, из всей массы вот этой серой, которая сейчас в лагере отдыхает, вы лучшие те, кто подписались пройти вот этой Зорницей. То есть вы хоть немножко себя испытали. Очень было с вами душевно общаться. Думаю, что будем еще встречаться. Молодцы, спасибо. Пока мы так работаем, вот вам мысль, воспитанная уже вашими детятками. Одна голова хорошо, две лучше, а команда вкуснее. Это нравилось всем. Это будет у каждого. Давайте сделаем специалистов. И огромное спасибо Магнитогорским пограничникам за их грамотный подход к вашим детям.